Пожалуйста, вот вы сказали, у вас в первых планах, значит, с подвалом заниматься. Ответьте нам, пожалуйста, когда вы начнете работу. Когда будет финансировано. Может быть, год еще не будет. Вон я раскусила, вон вчера. Аришу раскусали. А для чего мы тогда вообще собрались? Не знаю, я не знаю. То, чтобы выслушать, что через два года нам сделают. Или через три года. Будем звонить в СЭС, тогда пусть приезжают, правильно там, когда вы что-ли. Так это, по идее, мы должны вызывать. Так, ну кто-то же это не должен. Мы платим деньги кому-то. За задержание обслуживания платим. А мы сами должны ходить куда-то вызывать. Нет, ну мы собрались для того, чтобы, вот как вы сказали, в первую очередь у вас подвал. Так у вас, значит, есть какие-то мысли, вы на совещании решаете этот вопрос. Когда вы планируете заниматься подвалом? Когда оплачивали, ну, капитальный ремонт, как было раньше. Я говорю, я, 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 музыкальный ремонт. Здесь, у нас проблем не было. Потом капитальный ремонт в 2000-й санвали, там месяц, там было, платили. И вернули деньги назад. Если бы все капитальные ремонты, так сборы, деньги, средства, естественно, было бы сделано. К нам вот недавно, месяца два назад, приходила дама с управляющей компанией. Вот она тоже просила, значит, мы там все подписи. Говорит, если не будет подписей, мы не в состоянии заниматься вашим подвалом. Мы планируем летом заняться подвалом. Вот, смотри, он подвал 12 апплазит. Он смотрел. Он там-то хороший, зачем он туда? Он и наш смотрел. И там смотрел 9-й. И наш, он дом смотрел. А вот этот дом? Да, он дом смотрел. Он улетел результаты того, что он был. Вот сегодня он скажет нам результат. Здравствуйте, уважаемые земляки. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас какие-то вопросы? Мы сильно обеспокоены. Чем? Как чем? Подвалом. Я тоже обеспокоен. Видите, приехал, будем сейчас смотреть. Проверим ваш подвал, потом пообщаемся с людьми. А что еще, кроме того, что вы говорите, что вот когда зима, снег, что еще вас беспокоит? Круглый год комары. Ночью, получается, там вода. Она постоянно стоит. Здесь такой запах лета, как немножко потеплее станет. Вот, ну, в туалете, вот так, не пойти, как здесь. Канализация, да? Канализация, да? Здесь вроде все закроешь, а когда дверь открываешь, они все равно влетают. И домой не знаешь, как зайти. Все равно они залетают. И сетки поставлены в отече. А запах какой? А запах вообще не возьмут. Летом запах отвратительный. Это все, ребята, не совсем хорошо. Тут была, она постоянно, она не была, она каждый год тут. Это вчера убирали. Да, это еще вчера, еще месяц убирают. Месяц выбрасывали отсюда, черт не знает, что. Знаете, какие горы? Ну вот видите, как хорошо. Да что хорошего-то? Нет, ну видите, убрали же. Вот начали работу. Так пока мы не это самое, не заговорили. Как вам не попали? Вот и молодцы, что заговорили. А мы вас услышали. Так, а вот это почему еще не убрали? Ну вот остатки от сарая. Остатки от сарая. Нужно, во-первых, жильцов предупредить, что если они установить, как обоих сарая принадлежат. Если они не убирают сарай сами, значит надо туда убирать. И имбус, и с них это самое. Ну, у них, они за ними не числятся, очень плохо. Да. Вот тут надо же юристами проработать. С юристами мы проработали. Я покажу вам список. Ну, какие дома у вас есть. Работаем. Будем инвентаризацию проводить. Здесь серьезно. Здесь да, летом здесь воняет, наверное, по полной программе. Значит, надо начинать с того, что нужно делать в проектах. А то, что могут жильцы, то, что можем мы, можем мы. Здесь более-менее по суше. Ну, тут надо убираться. Это самое. Потом все равно придется еще раз возвращаться к этому дому. Значит, что я могу сказать? Что ситуацию в ваш доме надо брать на особый, потому что у вас видно, что вы не врете. И так до пятого часа. Правильно. Это уже год так, как сделали сразу. Сразу сделали такую, я не знаю, здесь были перила отличные. Их не было, наверное. Были. Взяли, срезали, поставили такую полагаратку. А вот здесь порезали все. Только ни рукой ничего не взяться, все такая. Никто не брал. Делали хуже, потом лучше. Видно, что какие-то конструкции остались старые, а какие-то новые. Значит, перила не полностью были? Были. Да, делайте по-инчеловечески. Ну что, посмотрите, ну что это за работа? Это уже целый год. И кому нет? Вот хорошо, что вы приехали. Хоть кто-то вам показать, чтобы увидели. Думайте, они придут смотреть. Никто не принимал. Как сделали? Ушли дальше. Дело все в том, что хорошие мои. Я же вам почему говорю. А если бы у вас был совет дома, вы могли бы принять, вы могли бы спросить, вы могли бы подписать акт выполнить работу или не подписать? А убирают раз в месяц только подлощаться. Поэтому мы же сами предметаем все. Значит, вообще будет глядь не будет. Ну так у вас, посмотришь, что чисто, только единственное, что у вас безобразничают дети или кто это вот? Нет, это был детский дом, вот здесь рядом детский дом, бегали с детского дома. У вас есть муниципальные квартиры? Не знаю, они в курсе дела. Есть, да? В доме есть? Потому что если муниципальные, тогда нам полегче будет. Мы свою долю внесем, раз муниципальные квартиры есть. Вы собственники, свою долю. И совместными силами сделаем ремонт, а потом будем это беречь. Так понимаете, мы же каждый месяц поделить за 45 рублей. Кому платим? За что мы платим? Сколько вы посчитаете, у нас 15 квартир. Сколько мы денег отдаем? И какой базарат? Вот что вы это сделали? Вот и все. Ну, дело в том, что вы платите за содержание дома, надо посмотреть по квитанцам. И вот я вам говорю, что для того, чтобы вы получили ответы на интересующие вас вопросы, создайте совет дома. Это не без... У нас все пенсионеры... Вот с каждого подъезда вы берите по человеку. Сколько у вас подъезда? Четыре. Четыре подъезда. С каждого подъезда четыре человека. И вы будете контролировать. Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует...